Садовый мир Вот такая оранжеренная как бы стеночка из поликарбоната, она заканчивается, там открытое небо, и здесь это просто созданы такие условия для того, чтобы никто сюда не заходил, в частности для того, чтобы не уколоться этими кактусами ни собаки, ни дети, вот, потому что взрослые-то понимают, что тут перед ними опасность, вот. Вот, а так, это открытое оранжерея, здесь никакой, собственно, на укрытие и не применялось, да? Нет, 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 нет. Наш консультант Дмитрий Нефьёдов, сотрудник ботанического сада, и он сейчас расскажет, что это за кактусы и как вот они дошли до такой жизни, чтобы эксперименты устраивать над ними. Да, эти кактусы, название их, это опунция тортиспина, опунция скрученная иглая. Да, были эти кактусы привезены у нас из Астраханской области, где они уже на протяжении 100 лет, даже уже более 100 лет растут в открытом грунте, в полупустыне, вот. Были завезены туда в качестве эксперимента, использовались для закрепления железнодорожных насыпей, то есть, да, чтобы не переметал песок, вот, как бы, да, и вот в числе других растений, прочих растений, которые, в общем-то, использовались для вот этих закреплений склонов, используются вот эти вот так, пункции. Вот. Родиной этот кактус является Северная Америка, где они растут до Южной Канады, в общем-то, распространены, вот именно опунция тортиспина до 56-й параллели, то есть, в Канаде. Вот, и сюда они были привезены в виде черенков, вот эти вот, да, которые вот, вот, и в виде семян, да, сеянцы тоже вот есть вот рядышком, они уже достаточно большие. Зимуют они уже вот три зимы, перезимовали в открытом грунте, сейчас они, вот, четвертый год пошел, да, вот это будет четвертая зима, вот. Зимуют, в общем-то, достаточно хорошо, вот, и в основном поражаются гнилями, то есть, да, вот именно в межсезонье весной и осенью. Когда влажность, да? Да, когда вот эта высокая влажность, то есть, они не боятся мороза, они больше боятся влажности и холода, то есть, да, это грибы и вот это вот гниль, то есть, да, вот в такой период очень для них, в общем-то, вот. Вы сказали, череночками они размножаются. Да. Череночки – это вот эти ушки, да? Да, вот эти ушки или кладодии, как их называют, да, но единственное, что очень аккуратно надо обращаться, помимо вот таких вот больших колючек, да, как вы видите, ну, это где-то около двух с половиной сантиметров, да, в длину у нас здесь колючка вырастает, вот на старых побегах, посмотрите, там они еще длиннее были, где-то около четырех сантиметров в Астрахани, то есть, да, там солнце больше, то есть, да, более активность солнечной больше и колючки длиннее. Вот. Помимо вот таких колючек, еще есть мелкие глохидии, так называемые, вот такие мелкие колючки, которые… Это вот эти пучочками, да? Да, 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 пучочками, которые очень цепляются, вот, вы видите, вот в палец сразу впиваются моментально, вот, да, которые, в общем-то, могут еще обломаться и вызывать такое раздражение на коже. Поэтому, в общем-то, обращаться следует достаточно осторожно. Я хочу сказать, вот где-то я вычитала, почему вот этими кактусами стали обсаживать железнодорожные насыпи, были какие-то террористические акты совершенные, чтобы подорвать там, значит, железнодорожные пути, может быть, поезд какой-то остановить, ограбить там и так далее. А вот эти кактусы высаживали, чтобы к ним, к этим насыпям, к этим железнодорожным путям было очень трудно подобраться. Вот, то есть, вот такой вот я прочитала сведения такие вот об этих кактусах. Да, потому что иголки очень мощные и прокалывают подошву, то есть… А там-то они у себя на родине, а яй, какие еще мощные вырастают. Да, да, то есть, колючки там еще мощнее. Вот, и вот в этом году, как видите, да, у нас порадовал своим цветением, в общем-то, да, в прошлом году был один цветок у нас, вот, в этом году уже три. То есть, да, будем надеяться, что, в общем, такая тенденция будет продолжаться. А климатизируются совсем ваши кактусы. Да. Вот. Единственное, что осенью, если вдруг кто-то будет выращивать, да, как-то у себя на участке, осенью, где-то с начала сентября или, может, даже конец августа, их нужно над ним поставить как крышку. Ну, зонтик какой-нибудь, да. Ну, вот у нас, да, какой-то зонтик, да, чем-то закрыть вот от осадков, именно от осадков от осенних до первого снега, то есть, да, как первые заморозки, значит, начались, снег выпал, все, можно смело снимать, и, то есть, вот они спокойно зимуют без укрытий под снегом. Прекрасно. Вот директор ботанического сада Александр Игоревич Широков, он рассказывал мне, как выращивают уже вот эти кактусы любители, они делают некое подобие такой, как вот песочницы приподнятой, именно вот как раз с грибочком над этой песочницей, то есть, ее можно даже очень декоративно оформить в саду, да, и вот она будет таким вот оазисом, что ли, для этих кактусов, а этот грибочек, как раз он и будет защищать от ненужных осадков. Да. Ну, у нас вот в ботаническом саду еще растет вот такой кактус, вот я давал там наверх, у нас на, ну, олимпийской горке, вот, то есть, он там растет вообще без укрытия, то есть, его не укрывают ни зимой, ни летом, без зонтика, он на самом макушке, правда, около камушек растет. Вот примерно такая вот высота, наверное, да? Да, высота примерно где-то 40-50 сантиметров, вот, грунт должен быть рыхлый, то есть, да, чтобы влага не задерживалась, не стояла, и, в общем-то, тоже растет, да, в общем, прекрасно. Зимует без укрытия. Да, зимует вообще без укрытия, то есть, да, без зонтиков. Слышали ли вы нечто подобное, что под Нижним Новгородом, где морозы зимой пускаются ниже 30 градусов, и зимой и оттепели бывают, и, я не знаю, там резкие колебания температуры, вот, чтобы кактусы зимовали, да еще и цвели. Собственно говоря, я наблюдаю эти кактусы уже третий год, видела, как это все начиналось в предприятии, высаживали эти кактусы. Кто-то говорит, вот видите, я эту глахидию тоже подцепила. Вот, высаживали эти кактусы. Кто-то считал, что это совершенно нереальное занятие предприятий, эксперимент этот обречен на неудачу. Ну, сравните, да, где Астрахань, а где Нижний Новгород. Там-то они зимуют, а у нас вот. Но вот, тем не менее, вот, видите, энтузиасты, такие вот любители, они все попробовали, все проэкспериментировали, и посмотрите, какой успех уже три цветка, уже три зимы. И вот, дорогие друзья, если вы хотите иметь такое уникальное растение у себя в саду, имейте в виду, что вот существует, будете удивлять своих друзей, знакомых. И вот там, между прочим, еще вот на других-то вот таких, ну, как бы песочницах, там еще и другие виды кактусы есть. Вот, да, но, к сожалению, там не очень прополок сейчас, мы туда не пойдем. Так что полюбуемся еще раз вот на этот цветок. Дмитрий, спасибо огромное за то, что вы нас пригласили именно полюбоваться, потому что один день цветет, да, цветок? Да, цветок, он один день цветет. Вот, видите, как мы удачно зашли. Дорогие друзья, заходите на наш канал, мы еще не раз будем в ботаническом саду, и, конечно, покажем вам все диковины. Продолжение следует...